Всем привет! С вами снова я, Ярослав Сумишевский. Вы смотрите проект Народный Махор. Вы подумали, чего я тут прыгаю, как дурак? Я просто радуюсь, потому что у нас увеличиваются подписчики. Наш проект становится по-настоящему народным. Благодаря вам, дорогие наши зрители, спасибо огромное, что ставите классы, комментируете, делаете перепосты. Я вам очень сильно благодарен. Мы сегодня вновь не в случайном ресторане, поскольку к нам приходит очень много заявок от музыкантов и певцов, которые хотят поучаствовать, и мы не можем оставить их без внимания. Если среди наших зрителей есть те, кто хочет поучаствовать в нашем конкурсе, испытать свою судьбу, пишите к нам на почту mosmusic, которую вы сейчас видите, где-то вот здесь примерно. И мы все заявочки обязательно посмотрим и приедем к вам. Сегодня мы на улице Красноказарная, 12, здесь ресторан «Империя Востока». Пойдемте и познакомимся с нашим очередным участником. Оператор, хватит снимать, давай чай пить сейчас. Подождем, Сергей. Приветствую, Сергей. Готов к трудообороне? Конечно, да? Как всегда. Рассказывай, ты вообще ожидал, что мы приедем к тебе или нет? Честно, нет. Да, честно, не ожидал. А почему ты так? Потому что я, если честно, не очень сильно верю в конкурсы. Везде все куплено, все. Ну, а ты веришь, что у нас не куплено и что у нас без денег, что это действительно народно? Ну, хотя я тебе могу в этом и верить, но ты можешь сказать, веришь ли ты или нет? Я думаю, что да. Думаешь, что да? Да. А по каким признакам ты это определяешь? Ну, просмотрев программы вообще и посмотрев на людей, я понял, что любой человек может сюда попасть, в принципе. А как ты думаешь, мы живьем поем или нет? В некоторых программах, мне кажется, показалось, что было такое ощущение, что как будто под плюс, да. Кто не знает, плюс это значит под фонеру. Плюс в каких программах? Наверное, ближе к первым программам. Ну, плюс у нас нигде не было, значит, хорошо спели. На самом деле, это комплимент наш, огород. Мне 33 года, занимаюсь музыкой где-то с 16 лет. Я застал еще те времена, когда аранжировки раскладывались. По партиям для музыкантов, да? Когда долгие репетиции, каждый день. Да, раньше это было гораздо все сложнее, на самом деле. Сейчас все просто, включил ноутбук и пошел. Скачал с интернета, да, репетировать не надо, просто, главное, слова выучить. И слова даже учить не надо, на самом деле. Все показывают. Да, мелодию просто выучить. Ты вообще следишь за проектом? Есть какие-нибудь любимчики? Вот кто тебе понравился больше всего из выступающих? Из выступающих больше зацепила вот Галина. Ну, как и многих, собственно. Мне кажется, там уже нереальное количество вот этих вот лайков в одноклассниках, по крайней мере. Да и в Ютьюбе просмотры растут. Галина такая интересная девушка, интересный голос, интересная внешность. Ну, как думаешь, а тебе удастся так зацепить народ, чтобы вот прям столько было просмотров? Честно, не знаю, но постараюсь. Много участников, которые не готовы к тем дебатам, которые происходят порой в этих, в комментариях, да? Там не всегда пишут хорошие отзывы, в том числе бывают и плохие, причем ужасные. Ты вот к этому готов? Я всегда нес такую мысль себе, что всем мил не будешь. Если ты нравишься всем, это уже что-то не так. Поэтому всегда есть люди, которые нравятся, как я пою, кому нравятся, и кому не нравятся. И это хорошо. Пока я не забыл, хочу сказать. Дело в том, что да, вот много пишут о том, что мы поем под фанеру. Я, наверное, сделаю так. Те, кто хочет увидеть и услышать, что на самом деле это не фенограмма, я приглашаю на съемку нашей передачи. Ну, а когда будут следующие выпуски, следующая съемка, мы все это напишем в комментариях или же на нашем канале в YouTube Нормахор. В общем, следите. Я всех приглашаю на съемку нашей программы. Давай с песней определимся. Знаешь, что я хочу сказать? У нас уже два выпуска вот было, и там были медленные песни. Мне кажется, надо что-нибудь такое пободрее, повеселее. Ну, а вторую ты сам выберешь, что ты хочешь, любую прямо. Вот вместе давай что-нибудь споем. Тем более, что у тебя там народ сидит. Может, Кузьмина попробуем спеть. Это в прошлый раз у нас не получилось до конца это петь. Не знаешь, Эй, красотка? Я думаю, можно попробовать. Можно? Конечно. Знаешь, точно? Чтобы не подумали, что я тут прибалтываю его. А вторую песню какую? Ну, вторую, думаю, удивить всех. В принципе, когда просмотрел программы, ничего практически не пели на иностранном языке. Ну, и спою из мюзикла Notre Dame de Paris самую первую песню, La Tende de la Pedrale, на французском языке. В общем, мы поем вот эти две песни, о которых мы сейчас говорили, но вы увидите их завтра, потому что у нас меняется формат наших передач. Мы решили сделать так. Сегодня вы смотрите наше интервью и знакомство, а на следующий день вы увидите выступление. Итак, до завтра. Пока. Продолжение следует...